Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите телеканал 6 ТВ в эфире актуальное интервью. Неделя с 9 по 13 октября объявлена Министерством здравоохранения Российской Федерации неделей психического здоровья. И об этом, о нашем психическом здоровье мы поговорим сегодня с гостем в нашей студии. Это Алексей Адрианов. Здравствуйте, Алексей! Добрый день! Врач-психотерапевт, заведующий отделением Центра психического здоровья. Эта неделя совпала с юбилеем Хабаровской краевой клинической психиатрической больницы. В этом году она отмечает свой 100-летний юбилей. Скажите, пожалуйста, она носит имя замечательного психотерапевта профессора Галланта. Уже 100 лет назад она была образована. Какое количество больных проходит через ее стены ежегодно? Когда она была образована, было 40 больных. Всего лишь? Всего 40 больных. Был один врач, три помощника врача, сколько-то санитаров. Этого хватало. Это была Преамурская такая объединенная больница. А сейчас наша больница, это самая большая больница в крае. Люди так не чувствуют или не замечают этого, но просто психиатрия расположена в очень многих зданиях. У нас и на Серышево огромное, так сказать, место для больных. И на Кубика, и по другим адресам есть отделение. И в больницу входит Николаевская-на-Амуре, психиатрическая больница, в это объединение. Поэтому да, это самая большая больница. И сколько больных проходит, я вам не готов сказать, но Хабаровск это тысячекоечное подразделение медицинское. Ну, наверное, кроме тех больных, которые уже у вас наблюдаются в стационаре, также очень большое количество людей обращаются к вам за различного рода психиатрической помощью. Алексей Александрович, вы сами практикующий врач-психотерапевт. С какими проблемами чаще всего к вам обращаются пациенты? С очень разными. Психика сложное образование, проблем очень много. Очень много обращается больных с депрессией или с неврозами, с различными паническими расстройствами. Очень много сейчас обращений идет в рамках таких субдепрессивных состояний, которые протекают в форме кризиса. Какой-то кризис в жизни. Делал то, что раньше, вот, так сказать, перестало получаться. Или нет удовольствия от этого. С семейными проблемами, с семьей обращаются все чаще в последнее время. Огромное количество больных идет с наркологическими проблемами. В зависимости разного рода, да, от наркотиков, от алкоголя. Вот активно развивается сейчас наркологическая служба. В общем, детская психиатрия тоже идет в рост. И сколько бы ни было специалистов, у них очередь всегда вперед на месяц. А наблюдается рост случаев заболеваемой среди детей? Нет, я бы так не сказал. Заболеваний больше не становится. Народ становится более информированный, грамотный. Это становится таким осознанным каким-то местом. И люди понимают, что у них проблемы, начинают понимать, что с этим можно обращаться. И такая взыскательность к этой помощи, она растет. И поэтому обращений становится больше. А кто к чаще обращаются? Мужчины или женщины? Вот раньше бы я вам сказал, что женщины гораздо чаще. То есть у нас было соотношение по обращаемости 2 к 1. Допустим, там 30% примерно мужчин. Сейчас примерно выравнивается это соотношение. Примерно выравнивается. Примерно 50 на 50, 55 на 45. Как вы сами считаете, к вам обращается какое-то количество больных? Можно помочь им всем? Или существуют вообще безнадежные случаи, когда даже самый квалифицированный врач-психотерапевт ничего не может сделать? Ну вот это интересный вопрос. Помочь-то можно, конечно, всем. Добиться полного излечения. Вот в онкологии или, скажем, в терапии, или те, кто занимаются проблемами гипертонии, или те, кто занимаются хроническими легочными заболеваниями, или эндокринологи, они помогают всем на 100%? Ну, конечно же нет. Они помогают, да? Они улучшают, они добиваются адаптации, они добиваются тому, что человек был нетрудоспособен, стал трудоспособен. Или там он был совсем, как вот у нас, да, выраженная депрессия, а потом этих депрессивных расстройств будто бы нет, да? Можно сказать, что он полностью выздоровел. Да нет, у него остается слабенькое местечко, да? И он может обращаться дальше. Там в следующий раз. Или людей пугает диагноз шизофрении. Так вот в последней редакции классификации болезни вообще этот диагноз убирают. Говорят о расстройстве, да? Что о расстройстве такого-то спектра. Это расстройство может быть тяжелым, да, а может быть компенсированным. А когда оно компенсировано, человек живет своей жизнью, развивается, что-то решает. Отражает детей, работает. Ваши слова подтверждают тезис некоторых врачей, о том, что абсолютно здоровых психически людей вообще не бывает. Ну, конечно, нет. Абсолютно здоровых, конечно, не бывает. Есть недообследование. Да, мы все немножко психически больными. Мы не больные. Нет. То есть я ошибаюсь, это не так. Это стигматизирующее такое слово «больные». Ну, не больные. Ну, возникли проблемы, да? А потом мы немножко поработали, что-то подумали, что-то назначили, или там немножко поменяли стиль, или что-то там осознали про себя, перестали делать глупости, да? И мы становимся более здоровыми. Наверное, речь идет о количестве здоровья. Вот так я бы сказал. Ну, есть совершенно неизлечимые вещи, когда глубокая деменция, она усиливается. Нет, ну это, конечно. На закате жизни такое бывает. Такие случаи. Ну, это естественный ход вещей. Сейчас, как бы, есть мнение, что обращаться к психотерапевту с состоянием депрессии – это модно. Да это не модно. Модно ли вызывать сантехника, если у вас там что-то протекает? Ну, раньше обычно мужчины справлялись сами. Сейчас модно вызывать сантехника. То есть есть специалист, который что-то может сделать. Или, как у меня первый раз, сломалась машина. Я долго над ней колдовал, чуть палец себе не сломал. А потом подошел дядька со знанием дела, сделал два движения руками, машина завелась. Да, он просто специалист. Поэтому тут речь не о моде. Просто люди начинают понимать, что есть специалисты. И то, что я буду делать долго, специалист будет делать быстро. Вот и все. То есть вы уверены, что, в принципе, если у человека есть какие-то психологические проблемы, квалификация и совет врача-психолога, они ему должны помочь? Ну, здорово, когда тобой кто-то занимается, занимается заинтересованной, занимается только тобой. И люди вот сталкиваются, многие говорят, слушай, вот у меня там есть подруга, скажем, да, и раньше с ней мы много обсуждали и что-то там придумывали, да. А теперь я к ней обращаюсь, и она начинает мне рассказывать про себя, и у меня нет даже времени, так сказать, места для ставить что-то свое. А потом она говорит, мы хорошо поговорили, и убегает. Вот такое. Мне кажется, в нашей русской культуре обращение к другу и выливание, наверное, на друга каких-то своих проблем – это такая традиция. Да нет такой традиции на самом деле. Понимаете, если это действительно проблема, я в этом месте очень уязвим. Если я обращаюсь к близкому человеку, то мне нужен такой близкий человек, который понимает, что я в этом месте уязвим, и он может это выслушать, как-то отреагировать, и он больше к этому не будет возвращаться. И он сам к своей инициативе не будет это никуда вносить. А у нас очень часто такие сложные, интимные, глубокие проблемы. Люди любят об этом посплетничать, или посоветовать, потом рассказать, слушай, жене, представляешь, там что-то творится. И вот эта небезопасность, она чувствуется, и поэтому люди с настоящими глубокими проблемами, с друзьями все-таки не разговаривают. Иногда, знаете, там по пьяни, что-нибудь такое болтанут, а потом пожалеют. И поэтому, конечно, лучше, чтобы был кто-то, кто в режиме конфиденциальности с тобой разговаривал. А еще и учился этому долго. Я когда готовилась к нашему с вами интервью, прочитала вопросы, которые чаще всего задают психологам. Ну, я не знаю, правильно ли сделан этот анализ, то есть действительно это ли часто встречающиеся вопросы. И вот самый первый вопрос – это, что нужно для счастья? И я нашла небольшой фрагмент интервью известного психолога Михаила Лобковского. Давайте, уважаемые телезрители, его посмотрим. Давайте. И если вам нужен пример, то индекс счастья в странах, самый высокий и бедных, ну, типа Куба там и другие страны Латинской Америки. А в странах, где денег много, высокий процент суицида. Это же вам ничего не дает. Это вам дает, если у вас проблемы со здоровьем, например, нет денег лечиться, да. Если вы просто обычный человек, которому не нужны деньги на таблетки, то счастье от денег точно не зависит. Для счастья необходимо легкий характер, отсутствие обид, разочарования, зависти, комплексов, низкой самооценки, тревоги и страхов. Алексей Александрович, ваше мнение? Ну, совершенно не соглашусь. Да. Все, что говорил коллега. Он популярный, я знаю, но счастье – это ведь такое, это состояние эмоциональное, и оно то есть, то нет, да. То мы приходим к этому, то не приходим. А поскольку человек целостен, да, то в разных сферах у него могут быть проблемы. И вот решение вот этой ситуации, ну, допустим, может быть переживание счастья, когда ты выздоравливаешь, то есть на телесном уровне, да, ну, конечно. Или когда ты не просто выздоравливаешь, а ты, допустим, что-то достигаешь, там, не знаю, пошел в спортзал, и вот, наконец, от груди там, выжил там какой-то вес, который для тебя является. В этот момент – да. Это возникает момент такого преодоления, радости, удовольствия. Бывает счастье, когда ты очень устал, да, и, наконец, добрался до отдыха. Или, например, рассказывают, слушай, полтора, там, полтора суток лежал в постели, не выползал, отключил телефон, никто не звонил, и был абсолютно счастлив. Или счастье, связанное с отношениями, когда реальная близость, да, и ты захвачен этими отношениями, и они прекрасны, и ты чувствуешь там себя полностью понятым, да, и это тот человек, который тебе нужен. Или счастье, когда ты делаешь какое-то дело, и ты предвкушаешься за артом, что вот-вот-вот-вот, вот сейчас оно прямо получается, все складывается, и ты такой тихий и хитрый, да, и доделываешь это свое дело, там, какой-то свой успех. Или счастье, там, какого-то духовного, религиозного свойства. Ну, понимаете как? Оно в рамках разных потребностей, и вне зависимости от легкости характера, как там говорит Лобковский, или тяжести характера. Вот. А прожить жизнь без обид, без разочарования, на это же невозможно. Человек все время развивается, он все время в каком-то кризисе, в той или иной сфере, да, на том или ином уровне. И поэтому, ну, негативные эмоции, они обязательно присутствуют в нашей жизни. Куда без них? Может быть, Михаил имел в виду, под легким характером, это не слишком задумываться о серьезных проблемах в жизни, относиться к жизни проще. Вот еще одно... Ну, как можно не задумываться, когда жизнь нам постоянно предоставляет, правда, серьезные проблемы и серьезные переживания. Человек, который в этом месте не задумывается, ну, что ж, господи, ну, стрекоза... Эллочка-людоедочка. Эллочка-людоедочка, да. Счастливый человек. Абсолютно. Нет, конечно, не так. А второй вопрос, очень часто встречающийся, который задают психологам женщины, что делать, чтобы мой любимый мужчина был мне всю жизнь верен? Ну, во-первых, мужчины бывают разные. То есть бывают хронически неверные, да? Да, бывают, которые вот эту полигамность, а вообще людям свойственна полигамность, да? Не только мужчинам. Ну, и не только мужчинам, и женщинам. С кем же они полигамность свою проявляют? С женщинами. Для них это, естественно, как песня, да? Для других это сложный такой моральный выбор и путь какого-то роста. И в этом месте люди разные. И, ну, вам повезло, вы попали, и у вас такой человек, который у вас влюблен, и он и не помышляет, да? А если это какой-то другой человек, у которого там... Он по-другому устроен. И тогда вопрос идет не о том, что нам делать. Вернее, это вопрос как раз, что нам делать, да? Разбираться с тем, что есть. Потому что когда люди вступают в брак, скажем, ведь никто не думает изменять. В тот момент, когда люди соединяются, да, они искренне верят в то, что это... Ну, конечно, иначе бы они просто не вступали в брак. Ну, за редким каким-то исключением. За редким исключением, да. И потом, самое важное, вот не пропустить тот кризис, который возникает, а он всегда возникает. И в этом кризисе надо разбираться. Ведь мы там из романтического слияния через какой-то момент вдруг обнаружим, что, господи, а это не так здорово, да? А почему я делаю вместе с тобой вот это? Это хочу я или хочешь ты? А пожалуй, это хочешь ты. Хочу ли этого я? А нет, не хочу. Люди драматично выходят из этого романтического слияния. И брак тоже все время меняется. И там всегда, в каждый момент, есть какая-то тенденция на изменения. И вот ее уловить, понять, что происходит, присмотреться к этому, набраться мужества, об этом говорить. Потому что очень часто люди приходят в семье на терапию, и кто-то говорит... И они боятся говорить. Я говорю, вот я впервые решилась сказать тебе там то, что я чувствую. Или он там говорит, вот мы заметали под ковер, ну, людям свойственно, из соображений такой безопасности, некоторой нежности, понимания, что другой хрупкий. Ну, не сильно-то прямо говорить. И тут они начинают прямо говорить. И там бывают кризисы, его трудно преодолевать. В общем, чтобы муж не изменял, или там, чтобы жена не изменяла. Но присматривайтесь к тому, что происходит, и говорите. А не получается там разобраться, ну, сходите к специалисту. Люди учатся разбираться с этим. Скажите, пожалуйста, что вы посоветуете своим пациентам, когда вот они говорят, что я несчастен или я несчастна? Ну, во-первых, мы говорим клиентам. Пациентам, это стигматизация, да? Пациентам, диагноз, болезнь. Да разбираться надо, у кого что. У одного, у одного, у другого, у другого, у третьего, у третьего. И счастье для всех разное. И счастье для всех разное. Кто-то говорит, у меня все есть, все прекрасно, но я чувствую, что мне не радостно, я как робот, да? А другой говорит, вот я там терпел до какого-то времени, а сейчас у меня сомнения. А третий говорит, что я вдруг обнаружил, что и никому до этого не говорил, что там мне необходимо какое-то уединение, да? А то, что мне надо там, не знаю, после работы остаться на работе одному и посидеть там, я не знаю, чем-то позаниматься для себя, а не идти домой. А такое переживание будто украл, да? И одновременно от этого появляется злость там на вторую половину, которая ждет дома, скажем, да? И приходит с конфликтом, да? Ты начинаешь разбираться с этим конфликтом. А просто кому-то надо больше контакта, кому-то меньше, кому-то больше уединенности, да? Кому-то меньше. Кто-то сова, да? Кто-то жаворонок. Это непреодолимая проблема. Кому-то надо больше секса. Да, кому-то... А кому-то совсем его не нужно. Ну, совсем не нужно. Это странно. Это, наверное, неправильное, совсем не нужно, да? Ну, надо исследовать, да? Что так? Почему? Алексей Александрович, что бы Вы пожелали нашим телезрителям для того, чтобы они чувствовали себя более счастливыми? Я бы пожелал обращать внимание на свое эмоциональное состояние к себе так побережнее, чуть-чуть и повнимательнее. Ну, и знать очень хорошую такую вещь о том, что способность обратиться за помощью к специалисту такого профиля это свидетельство силы личности, а не слабости. То есть способность обратиться, вынести то, что для тебя сложно и обсудить его с кем-то, это как раз подтверждает о том, что ты окей. Вот так. Спасибо Вам большое. Спасибо, что Вы выбрали время, пришли к нам в студию. Уважаемые телезрители, Вы смотрели телеканал 6ТВ, актуальное интервью. Оставайтесь с нами и будьте счастливы.